Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Традиционный огляд готовности сельгазтехники перед ее выходом у поля проводят специально створенные комиссии. О формальном ставлении до процессу и говорки быть не может, бо от якости подрыхтовывающих мероприемствов шмат учим залежить, будучи урожаем. Основные проблемные пытания и задачи на этот год будельники семинара обмерковали на пленарном поседжении. Илона Шауловская, Светлана Грудькович, Слав Праписно, телеканал Мазыр. Специально для телерадио-компании «Гомель». У «Гомелі» прошел День депутата. Представники Городского совета оценили стан справ на предприемствах областного центра. Головная тема – сустреж с керавниками, умовы працы и макчымасти створения новых рабочих местцев. Под рабязностью Ганны Ковалевой. Депутатский корпус «Гомеля» завсюду живо текавится всем, что отбывается в реальном секторе экономики. Один из прикладов День депутата, який его представники провели разом с працованными коллективами. Старшиня городского совета Иван Бородинчик отзначает, что мовы, у яких сегодня працуют многие предприемства, непростые. К тому план проведения Дня депутата унесли наведывание миновитотых объектов, где есть складанности. Так Новобелецкий комбинат хлебопродуктов летость выдатно спрацевал по многих направлениях. Разом с тем есть и пылные проблемы. Выпросывать рашини по их повинно да помахчу, темлику и подобные сустречи. Предприятие сегодня имеет огромные неплатежи за отгруженную продукцию. И это сдерживает прежде всего дальнейшее развитие предприятия. И я полагаю, что в том числе и наше сегодняшнее посещение этого предприятия, наши дальнейшие шаги, которые мы будем пытаться предпринимать, в какой-то степени позволят минимизировать вот эти, скажем так, проблемы. У непростой ситуации предприемство не идёт по шляху скорочения коллективу, навод поширает штат. В минулом году тут открыли новый цех. Работу им отримали 12 человек. У целом за паусты годы и основания комбината на им сформовались асаправдные опрационные династии. Тут у Вогули стало и сгуртованное коллектив. За 15-й год выпущены продукции к уровню 14-й года. 124% прибыли, 67 миллиардов, чистые 20 миллиардов прибыли. Дополнительно, если будут наращиваться объёмы по этому, по линии микронизации и микродозирования, то здесь можно дополнительно ещё одну смену формировать. Один из способов экономии, на который комбинат перешёл не так давно, – в использовании властной энергосоровины. Тут запущена модернизованная котельная. Ранее она працевала на газе. Заража пальвом заявляются отходы, которые застались после перепроцовки культур. На фоне пылных тяжкостей у недройной покажки кидоманстрой и предприемства «Строинвест» ЕКБ, которую так само наведал депутатский корпус. Предприятие открылось в 2012 году. Выпуск начало в середине 2013 года за счёт низкой начальной базы. Мы, как говорится, показываем феноменальные проценты роста. Разница между 2014 и 2015 годом прирост составила в 2,6 раза. Это предприемство створалось як резидент СС Гомель-Ратон. Основный объём готовой продукции карнавальных костюмов отправляется в Россию. Зараз тут працуют 276 человек. Калия предприемства готова развиваться и открыть прикладно полсотни новых працонных месяцев. Депутатский корпус пропонавал поддержку реализации этих планов. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». Пытание выконания законодавства об гарантах по социальной обороне детей-сирот и детей, які застались без нагляду батьков. Напереды дня обмерковывались подчас областного координационного сходу. Про то, какие проблемы, яши застаются у этой сферы, доведался Яуген Пабалавец. Гомельская область, першая в Украине, выконала доручение президента Беларуси по ликвидации интернатных установ агульнага-тыпу. Зараз дети выховываются у семьях. По области домов семейнага-тыпу працуют уже 40. Яши два откроются селета. Гэта вопыт признаны становчим уцелом, однако, як и в любой сферы, тут есть своя пытание. Нет сегодня ни одного учебного заведения, которое бы готовили таких специалистов узкого профиля. К сожалению, допускается сегодня для осуществления таких функций лиц, которые не имеют педагогического образования, но с широкой душой, с теплым сердцем, с активной жизненной позицией. И поэтому система отбора сегодня ужесточается и с каждым годом все совершенствуется. Пытания задают и сами работники таких установ. Дом семейных оттыпу належит державе. Батьки працуют по контракте и не мают право на такое жилье после выхода на пенсию. Законодавством гэта пытаня пакуль нияк не регулюется. Есть и иншая проблема. Системный улік сродков, яке выдатковывается с бюджету на выхование детей, нема одинной формы справоздачности, а так само одворотной совести с тыми, кто выховывался у таких семьях. Мы предлагаем новые формы, такие как учитывать мнение выпускников детских домов и приемных семей при передаче новых детей в эти семьи. Мы также хотим, чтобы была утверждена единая форма отчета по расходованию средств и хотим, чтобы проводился анализ готовности детей к семейной жизни после выпуска. И также хотим, чтобы при совершении преступлений правонарушений, которые совершаются приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитанниками, сообщалось в отделы образования для принятия своевременных мер. Подаденных на первые студенты 2016 года в Гомельской области живе больше 4 тысячи детей-сирот и детей, яке засталися без опеки батьков, что год фиксуется снижение як колькости приемных семьев, так и детей, яке у них выховывается. Зынчага боку расте колькость детячих домов семейных атыпу и по области, и по краине. За почние два годы з'явилось 8 новых таких домов, яше больше 40 сирот стали выховываться у атмосферы семейного тепла и утульности. Евген Пабалавец, Максим Славин, телерадиокампания «Гомель». У Гомеля одновила деятельность школы апараксизмальных станов. Занятки промерковали до Международного дня боротьбы с эпилепсией. Сегодня в свете наличивается каля 50 миллионов хворых на эпилепсию, причем она не только передается на генетичном узроуне, а лей может стать наступством отрыманной травмы ци стрессу. Сирот разледженных пытаний у лечения эпилепсии у детей и дорослых. По словам медика, у зараз при правильно подобранном лечении до 70% у хворых могут вести нормальный лад життя. А про то, больше уваги необходимо надавать подрыхтутцы людей в пытаниях оказания экстренной допомоги подчас приступов, что часто на промой уплывая на дальнейший стан здоровья хворых на эпилепсию. Когда наступают судороги, все люди теряются. И не оказание первой помощи чревато последствиями. Потом очень большое осложнение вплоть до осмертельного исхода. Самое главное при приступе эпилепсии грамотно оказать помощь, человеку помочь, и тогда последствия будут минимальные. Поэтому эти школы для того существуют, чтобы люди, которые вокруг нас окружают, могли помочь своим ближним. Одразу два первые места, али при этом не одного гран-при. Кавер гурты «Плюс 28» с Гомеля и «Джаз Сити Бэнд» с Могилёва стали переможцами открытого конкурсу «Сожский шлягер». Алексин Серов оценил мастерство удельников. У першыню в рамках фестиваля «Сожский шлягер» музыканты вышли на сцену в 2008-м. Правда, тогда этот творческий конкурс назывался «Студентский шлягер». Проект поддержался три года. Сегодня конкурс вы решили дародить, али при этом зменили его формат. Теперь он уже не имеет статуса «Студентского». Это, по сути, республиканский фестиваль «Кавер гуртов». Разом с представниками Гомельской области у дел у им приняли коллективы с Минской и Могилёва. Некого обмежевания по взрослому так само нема. Для того, как выйти на Гомельскую сцену, необходимо просто подать ответную заяву. Плюс быть, как минимум, талиновитыми музыкантами. Подход до отбора удельников у архкомитета вельми строгий. Более 30 заявок было. Естественно, у архкомитета мы заседали, потому что по требованию по согласному положению видеоматериал каждая группа предоставляла. И, естественно, согласно нашим требованиям, нашему уровню, который мы предъявляем к фестивалю, не все коллективы дошли даже до отборочного тура. Но 24 команды дошли. Организаторы вельми спадяются, что у этого творчего конкурса будет долгое житё, а название «Сошки Шлягер» станет еще одним брендом Гомеля. Причем, когда «Сошки Карагод» – фестиваль хореографичного мастерства, то «Шлягер» – вокально-инструментальный гуртов. Для самих ваканавцев эта максимальность не только ящий раз выйти на сцену, а лей поравнать свои досягнения за мастерством інших. Шмат, кто за денег у конкурса, профессийными музыкантами не заявляются, а ля музыка для их кажуть ось ровно сенс життя. У нас у каждого, если еще параллельно, какое-то свое дело, кто-то в бизнесе работает. Ну и это является подспорьем для какого-то развития. Ну и вообще мы музыканты по жизни. Сегодня «Сошки Шлягер» – это демонстрация не только вокальных сдольностей, а и техничных макчимостей, тематичные семинары и интерактивная выстава профессийного концертного обсталявания, плюс демонстрация технологий сучасного шоу за выкананием кавер-композиции. До речи, у тем, что у денег и группы выконуют уже вядомые песни, а лево-властные процессы организаторы ничего дариного не бачить. У речи концентрация намаганий на каверах творов вядомых артистов допомогает отримать опыт для дальнейшего выканания уже уластных оригинальных композиций. Пожалуй, это какая-то уже на сегодняшний день сложилась мировая тенденция. Сейчас, как говорят, начался век каверов и именно, ну, скажем так, перепевок. То есть люди даже известные, абсолютно всемирно известные звезды, они на сегодняшний день поют, и это нормально, именно чужие песни в своих каких-то интерпретациях. Гомельская городская организация БРСМ с уместно с Центральной городской библиотекой имя Герцена протягивают реализацию молодежного проекта «Культурные люди». В их рамках запланованных шерых встреч, дейдши у культуры с молодзю областного центра. Первая встреча с вядомым гомельским режиссером Пятром Свердловым отбылась у студеней этого года. Вогули, по словах организаторов, выбор гостей только представниками областного центра не обмяжутся. У приватности у городской организации БРСМ уважливо сорчат за концертными афишами и плануют запрошать коллективы и особных выканавцев, які могут быть в цикавыми гомельской молодзи. Минавито таким чином, черговым гостем проекта стал коллектив «Лайт Саут» – переможца и лауреат шматликих премий у дельник «Еуробачене-2012». Что тычутся далейших планов, то организаторы меркуют запросить нас устречу, так само у дельника селетнего «Еуробачене» Александра Иванова. Пока отказов не было, мы уже даже предварительно договариваемся с Александром Ивановым, то есть с молодым человеком, который представит Беларусь на Евровидении 2016. То предварительная договоренность есть, но пока он отсутствует, к сожалению, в Беларуси встретиться с нами не может. Но заинтересовался подобным предложением и сейчас ждем его возвращения в гомель. И об спорте. У мини-футбольном чемпионате Беларуси все ближе – раунд плей-офф. Состав восьмерки, якая протягне боротьбу за медалей, уже вядомы. Зараз команды выращают, кто, с якого место выйдет, в наступный этап чемпионату. На минулых выходных пройшел 26-й тур. Гомельский ВРЗ у Могилеве одолел мясцовый форте с ликом 2-0. БЧ и агрокомбинат Паудневы сгуляли уничею 2-2. Светлогорский ЦКК на своем поле с буйным ликом соступил столичному мапиду 2-6. Нагадаем, что в зоне плей-офф два процедавники Гомельской области ВРЗ и БЧ. Вагонабудовники на пятом месте у турнирной таблицы чемпионату, чы гуночники на роду княжей. При этом у команды однольковая колькастя очков. Агрокомбинат Паудневы разместился на 14-й позиции, а Светлогорский ЦКК на опошню в 16-м месте. На этом наш ранешний выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жыдаем вам пленнага дня. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин